Здравствуйте, я Дмитрий Коренев, организатор Клуба Знакомств. И я хочу с вами поделиться большим маленьким секретом. Как вам найти свою половинку? Как вам найти женщину для жизни? Как вам найти идеального мужчину? Я психолог с австрийской лицензией, но я не буду вам рассказывать эту билиберту, что нужно договариваться, нужно развивать какие-то навыки, нужно учиться семейной жизни. На самом деле все гораздо проще. Все, что вам нужно, это нужно найти подходящего вам именно партнера. Но именно поэтому маленький секрет, который я вам расскажу, является таким большим, потому что его не все готовы услышать. Поэтому, если вы принадлежите следующим трем категориям лиц, не продолжайте смотреть это видео. Первое. Если вы человек, который думает, что на бесплатных сайтах знакомств найдете свою половинку, пожалуйста, сделайте это там и не смотрите это видео. Если же вы думаете, что сайты знакомств изобилиют фейковыми аккаунтами, там продаются их услуги, продолжаем дальше смотреть. Второе. Если вы хотите долгосрочных отношений, то вперед. Среднестатистические отношения несовместимых людей не продерживаются дольше трех лет. Если вы ищете краткосрочные, добро пожаловать на сайты знакомств. Если хотите долгосрочные, стабильные, приглашаю посмотреть дальше. И третье. Если вы человек, который спрашивает, где же нормальные люди, то вы в правильном месте. Итак, кто лично вам подходит? Кто подходит женщине-козерогу? Речь идет об астрологии? Нет. Нет. Забудьте это. О соционике? Да, вполне. Речь идет о психоаналитических теориях, то есть опыте, накопленном психологии за последние сто лет. Если этот опыт обобщить в двух простых рецептах, а это очень упрощенная концепция мира, то звучит это так. Если вы интроверт, вам нужен экстраверт. А если вы экстраверт, вам нужен интроверт. Это первое правило. А второе правило. Если вы социально активный человек, пробивной, то вам нужен гармоничный миролюбивый. А если вы гармоничный миролюбивый человек, вам нужно социально пробивной. Вот и все базовых два рецепта. А остальное это дело техники, которые предоставим мы как специалисты. Итак, давайте поговорим о первой паре интровертах-экстравертах. Самый большой враг личной жизни – это убеждение, что люди должны искать себе подобных. Совершенно нет. Залог семейного счастья лежит в разнообразии. Кто такие интроверты? Ну, вы всех их знаете. Это люди, которые стараются быть наедине, скорее углублены в себя, не любят социальное общение, читают книжки, сидят за компьютером. Сильная сторона интровертов в том, что они знают все о себе и изучают через это знание окружающий мир. Поэтому им нужна половинка, являющаяся экстравертом, который как раз этот внешний мир покажет. Кто такие экстраверты? Вы тоже их всех знаете. Это бесконечное общение с другими людьми, постоянно на публике. Эти люди, они все знают и прекрасно считывают окружающий мир. Зачем? Чтобы понять себя. И поэтому таким людям именно нужен интроверт, чтобы он мог им рассказать все о себе. И в этом заключается первая из игры совместимости. Если вы интроверт, ищите экстраверта. Если вы экстраверт, ищите интроверта. А какой второй маленький большой секрет совместимости? Это сочетание социальной активности. Очень большой враг семейного счастья это современное убеждение, что оба партнера, мужчина и женщина, должны быть социально активными. О чем речь? Есть люди социально более доминирующие и люди более направленные на социальную гармонию. Кто такие социально активные люди? Это политики пробивные, доказывающие, чего-то изучающие. Это люди, которые скажут главное не участие, а главное победа. А кто такие социально спокойные или пассивные люди? Это люди, которые скажут, что главное не победа, а гармония. Главное это отношение. Главное это приумножение добытого. Так вот, если вы социально активный человек, то вам нужен как раз социально спокойный человек. И наоборот. Итак, давайте обобщим. Первый секрет. Если вы интроверт, вам нужен экстраверт. Если вы экстраверт, вам нужен интроверт. Второй секрет. Если вы социально активный человек, вам нужен социально спокойный человек. И наоборот. Является ли это всем секретом? Совершенно нет. Это очень упрощенная картина мира, но она вполне достаточна, чтобы вам уже массово облегчить поиск партнера. Чем мы можем помочь в клубе знакомств? Именно этим мы и занимаемся. Если вы приходите к вам, то первый вопрос, который возникнет, а кем же вы являетесь? Опять-таки интровертом, экстравертом, активным или пассивным социально человеком. Ну и дальше по психоаналитической теории, каким из 12 типов личности вы являетесь? И то же самое произойдет с вашим потенциальным партнером. Он точно так же проходит собеседование, и мы определяем его типы личности. Если вы друг к другу подходите, то есть совместимые типы личности, совместимый возраст, совместимая география, работаем мы, наверное, по всему миру, можно так сказать, с фокусом на Европе, то вы нашли друг друга. Поэтому наш разговор только начался. До следующих встреч и записывайтесь к нам в клуб, находите свою идеальную половинку.